Принятый в средневековой Европе термин «бастард», означающий внебрачных детей влиятельных особ в России не прижился. Это, однако, не означает, что подобного явления в Российской империи не было. Напротив, начиная с XVIII века, с внедрением на российской земле европейских традиций, с их вольностью нравов, внебрачными связями со всеми вытекающими последствиями, грешили даже императорские особы. В 1761 году жена наследника престола, цесаревича Петра Федоровича Екатерина Алексеевна увлеклась гвардейцем Григорием Орловым, имевшим в Петербурге славу дон Джуана. Роману между Екатериной и Орловым не помешало даже восшественный императорский престол Петра Федоровича под именем Петра III. 11 апреля 1762 года в Зимнем дворце в окружении самых доверенных лиц Екатерина Алексеевна родила мальчика, которого назвали Алексеем. Беременность императрицы сами роды держали строжайшей тайне, чему способствовала холодность императора к своей жене, которую он редко посещал. Но в день, когда будущая императрица должна была разрешиться от бремени, Петру все же донесли о приготовлении к родам бастарда. Подговариваемый своей любовницей Елизаветы Воронцовой он решил нанести визит в покое Екатерины. Судьба Екатерины в тот день повисла на кончике волоса, но положение спас ее гардеробмейстер Василий Григорьевич Курин, совершивший отчаянный поступок. Зная о любви императора к разного рода зрелищам, он поджег свой дом со всем своим имуществом. И пока Екатерина рожала, малахкольный император, как завороженный, любовался пожаром. Новорожденный младенец не мог оставаться с матерью, и немедленно по рождении был передан гардеробмейстеру, в семействе которого он и воспитывался до 1774 года наравне с его сыновьями. После переворота 1762 года, когда Екатерина Алексеевна стала полновластной императрицей Екатериной II, она стала задумываться над тем, какой статус должен получить ее младший сын. В 1765 году императрица предполагала причислить Алексея к фамилии князей Сицких, наиболее близкого к роду Романова, угасшему в конце 17 века. Окончательное решение, однако, было принято значительно позднее, в 1774 году, когда Екатерина присвоила сыну фамилию Бобринский, по названию села Спасково, также известного как Бобрики, купленного для его материального обеспечения еще в 1763 году. В 1770 году Алексей вместе с сыновьями Василия Шкурина был отправлен на обучение за границу, закрытый пансион в Лейпциге. На родину он вернулся в 1774 году и был передан под опеку личному секретарю императрицы Ивану Ивановичу Бицкому, к слову сказать, незаконно рожденному сыну генерал-фельдмаршала Ивана Трубецкого. Как писал сам Бицкой, Алексей Григорьевич был в телосложении слабого, боязлив, робок, застенчив, нечувствительен ни к чему, но кроток и послушен. Обучение за границей не принесло особой пользы. К 13 годам его знания ограничивались французским и немецким языками, началами арифметики и очень малыми сведениями из географии. Для продолжения обучения Алексея Бобринского направили петербургский сухопутный кадетский корпус, где надзирать за ним было предписано недавно принятому на русскую службу испанскому дворянину Осипу Дерибасу, будущему основателю Одессы. В апреле 1781 года Екатерина II послала ему письмо, в котором поведала об обстоятельствах его рождения. Алексей Григорьевич. Известно мне, что мать ваша, быв угнетаема разными неприязными и сильными неприятелями. По тогдашним смутным обстоятельствам, спасая себя и старшего своего сына, принуждена нашлась скрыть ваше рождение, воспоследовавшее 11 числа апреля 1762 года. В годы обучения в кадетском корпусе Алексей ввел дневник, который в конце 19 века был опубликован. Молодой человек описывал встречи и беседы со своими наставниками Дерибасом и Бицким, Григорием Орловым и Екатериной II. «После обеда я имел счастье видеть государыню и поздравлять ее с Новым годом. Говорили о том о сём», — записал Алексей в своем дневнике 3 января 1782 года. В 1782 году Алексей Бобринский окончил курс обучения в корпусе, получив золотую медаль в качестве награды и чин поручика. Вместе с лучшими выпускниками кадетского корпуса его отправили в длительное путешествие по России и зарубежью под надзором полковника Алексея Бушуева, инструкции для которого составлял Иван Бицкой, а также академика Николая Зерецковского, который должен был просвещать молодых людей в поездке. Поездка эта, задуманная с благими целями, на Алексей Бобринском сказалось не лучшим образом. Финансирование путешествия шло на деньги, которые присылали Алексею из Петербурга. Это были проценты с капитала, положенные матерью в опекунский совет. Проценты были более чем солидные — 3000 рублей в месяц, что в ту пору было целым состоянием. С Алексеем случилось то, что часто случается с молодыми людьми, в руках которых внезапно оказываются большие деньги. Он стал тратить крупные суммы на карточную игру и женщин. Увлечение Бобринского картами было настолько сильным, что помимо дневников он оставил и записки о карточной игре. Весной 1785 года путешествие завершилось в Париже к великому облегчению полковника Бушуева, порядком уставшего от проделок Алексея. Бушуев получил распоряжение о немедленном возвращении в Петербург со всеми молодыми людьми, кроме Бобринского, которому разрешено было остаться в Париже. Взять сына под опеку Екатерина попросила барона Фридриха Мельхиора Грима, немецкого дипломата и публициста, который много лет состоял переписки с русской императрицей. Помимо ежемесячного содержания Екатерина выслала Алексею Бобринскому 74 426 рублей, а также попросила Грима в самом случае помочь молодому человеку дополнительной суммы денег. Отчеты Грима вряд ли могли порадовать царственную мать. Дипломат сообщал, что Алексей спускает все деньги на карты и дам, ведет себя вызывающе и о его похождениях сплетничает весь Париж. Однако Екатерина относилась к сыну с нисхождением, надеясь, что тот одумается. Дела, однако, шли все хуже. Бобринский потратил все имеющиеся деньги, залез в долги, поехал в Лондон за какой-то особой, с которой у него случился роман. Терпение Екатерины лопнуло. Она приказала российским дипломатам встретиться с Алексеем и потребовать от него немедленного возвращения в Россию через Ригу. Бобринский, вкусив неограниченной свободы, попробовал было спорить, но ему популярно объяснили, что на сей раз он прогневал императрицу по-настоящему. В апреле 1788 года Алексей Бобринский прибыл в Ригу, где получил предписание отправиться на постоянное место жительства в город-крепость Ревель, где к нему был представлен новый опекун граф Петр Заводовский. Алексей пытался писать императрице с просьбой о возвращении в Петербург, но получал лишь отказы. Все это время Алексей Бобринский числился на военной службе, с которой по собственному желанию был уволен летом 1790 года в чине бригадира. В конце концов, Алексей смирился со своей участью. В 1794 году он попросил разрешить ему приобрести имение в Лифляндии, близ города Юрьева, замок Оберпален, и получил согласие на это. Бывая в гостях в доме коменданта Ревельской крепости, барона Вальдемара Унгерштенберга, Алексей обратил внимание на дочь хозяев Анну. Бобринский воспылал к ней чувствами и попросил руки, однако барон не решался давать согласие на брак. Зная о том, чьим сыном является Бобринский, комендант был убежден, что императрица намерена женить его на одной из немецких принцесс. Но в конце концов он сдался, и 16 января 1796 года брак между Алексеем Бобринским и Анной Унгерштенберг был заключен. Императрица к женитьбе младшего сына отнеслась благосклонно, разрешив молодоженам ненадолго приехать в Петербург. Екатерине II невестка очень понравилась. Анна, по свидетельству современников, отличалась веселым характером, добротой в намерениях, простотой в обычаях, была дамой отменного ума и сердца. После ауидиенции в Петербурге Бобринские вернулись в свое поместье, где в ноябре 1796 года их и застигла весть о смерти императрицы. Зная откровенную неприязнь нового императора Павла I к матери, многие полагали, что сына Григория Орлова ждет опала, но вышла, однако, наоборот. 11 ноября 1796 года генерал-прокурор граф Самойлов сообщил Бобринскому высочайшее повеление нового императора приехать в Петербург с возможностью выехать из Онова, когда ему забуга рассудится. Алексей Бобринский воспользовался этим разрешением и прибыл в Петербург, представ перед глазами своего царственного брата. Павел, известный своим гневом, к единутробному родственнику отнесся с необычайной для него теплотой. Бобринский вместе с потомством был возведен графское достоинство, назначен командиром 4-го эскадрона Лейгвардии Конной Гвардии, а также получил права на наследство отца Григория Орлова. В день коронации Павла I 5 апреля 1797 года Бобринский был произведен генерал-майора с оставлением в Конной Гвардии, а 30 июня ему пожаловано командорство в Гдовском уезде, состоящем из 11 селений. Служба, однако, Алексея Бобринского не привлекала. В 1798 году он ушел в поселился в имении в Тульской губернии, иногда бывая в Петербурге и Оберпалине. Он занимался сельским хозяйством, минералогией и астрономией. Умер Алексей Григорьевич Бобринский в 1813 году в возрасте 51 года и был похоронен в семейном склепе в Бобриках. Субтитры создавал DimaTorzok